Один из самых популярных товаров – это у нас вот такие фруктовочки. Они являются альтернативой фасовочным пластиковым пакетам. То есть люди покупают в них фрукты, овощи, они не рвутся. К ним идут не за товаром, а за экологией. Первый в Саратове магазин без упаковки работает чуть больше полугода. Владельца Анастасия рассказывает, идея продавать эко-продукты без тары пришла к ней около года назад. Теперь в магазин к девушке каждый месяц приходит около 400 покупателей. У нас есть большая тара, из которой мы набираем моющие средства, вашу баночку. Набираем ровно столько, сколько вам нужно. К Анастасии саратовцы приходят со своей тарой. Набирают крупы, специи, бытовую химию и косметику. Платят только за товар, весь баночки не учитывается. Помимо этого можно купить безвредные губки для мытья посуды или домашний шоколад. Здесь можно не только экологично закупиться, но и сдать материалы на переработку. К примеру, пластиковые крышечки или батарейки. В магазине из чеков делают бумагу. Из нее потом получаются эко-блокноты. Сейчас в планах у Анастасии расширить свой бизнес. Девушка хочет открыть еще один магазин без упаковки. Но, говорит, из-за пандемии клиентов стало в два раза меньше. Поэтому денег на создание франшизы не хватает. За помощью Анастасии обратилась в бизнес-центр. Деньги предпринимателю выделяют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Я понимаю, что я совсем молодой предприниматель и опыта у меня мало. Поэтому советы и помощь грамотных специалистов мне необходимы. Я бы хотела, чтобы мой бизнес, ну, центр оказал нам такую помощь, как консультации более грамотных специалистов, которые могли бы подсказать, готов ли наш бизнес к упаковке франшизы. И если готов, то оказать услуги разработка, например, брендбука или книги вот в франчайзе, составление бизнес-плана. Упаковать франшизу саратовские предприниматели смогут абсолютно бесплатно. Достаточно подать заявку на сайте центра предпринимателей. Специалисты окажут помощь по всем направлениям. Работа проведена с ними предварительно. Потом будет по чек-листу определено, готовы ли предприятия на то, чтобы его франшизу упаковали и запустили в жизнь. И после этого уже будет отобран фактически 10 человек, да, или 10 компаний, которыми будут уже заниматься более предметно. Более тысячи саратовских предпринимателей получили помощь от центра только за этот год. Обращаются как за консультацией, так и за финансовой помощью. К примеру, в рамках нацпроекта существует премия в размере 100 тысяч рублей на продвижение бизнеса. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24.